Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду, в День памяти апостола Филиппа, за богослужением читаются два Евангелия. Первое посвящено Святому, это чтение от Иоанна, глава 1, стихи с 43 по 51, и рядовое от Луки, глава 15, стихи с 1 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Он, Абяху, приближающейся Иисусу, всимы тари и грешницы послушать Его, и раптаху фарисеи и книжницы глаголюще, якосе и грешники приемлет и с ними яст, рече же к ним притчу сию глаголя. Кий человек от вас, и мы и сто овец, и погубли едину от них, не оставит ли девяти десяти и девяти в пустыне, и идет вслед погибшая, донди же обрящет ю, и обрет возлагает на раме своей радуяся, и пришед в дом созывает други и соседы глаголя им, радуйтесь со мною, як обретох овцу мою погибшую, глаголю вам, як атака радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девятидесятих и девяти праведник, их же не требует покаяния, и лекая жена и муче десять драхом, аще погуби драхму едину, не вжигает ли светильника, и пометет храмину, и ищет прилежно, донди же обрящет, и обречет созывает другини и соседы глаголющи, радуйтесь со мною, як обретох драхму погибшую, так, как глаголю вам, радость бывает пред ангелы божиими, о едином грешнице кающемся. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведников, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радостью ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Господь, допуская к себе мытарей грешников, как врач, требующих исцеления, делал то, для чего он и воплотился. На такое человеколюбие фарисеи отвечали ропотом. Они были крайне недовольны, потому что и они, как известно, поддерживали еще общение со Христом, принимали его у себя. Выходило так, что Христос, допуская к себе мытарей и грешников, этим самым принуждал и фарисеев невольно приходить с ними в общение. Книжников и фарисеев оскорбляло, что Спаситель общался с людьми, которых они считали грешниками. Фарисеи умышленно старались избегать всяких контактов с людьми, не соблюдавшими всех мелких установлений закона. Вот почему они были шокированы, видя Господа, идущего в сопровождение людей, не только находившихся вне общества, но и бывших грешниками, общение с которыми обязательно делало правоверного иудея нечистым. А что же Господь? Он проявляет человеколюбие как к мытарям, так и к фарисеям. Он не отворачивается и от них, несмотря на их ропот, но скротостью врачует их, рассказывая им притчи, повествующие о том, сколь великая радость бывает на небесах, когда грешники, казавшиеся уже погибшими, потерянными для Царства Небесного, каятся. Притча о заблудшей овце показывает, как дорога Богу каждая заблудшая человеческая душа и как Он ищет погибшие души, чтобы вернуть их к себе. Грешник здесь изображается под видом овцы, которая часто по неведению дороги сбивается с пути и отстает от стада. А Бог под видом пастыря, который так жалеет об отставшей овце, что оставив остальное стадо, состоящее из девяносто девяти овец, отправляется искать одну отставшую овцу. И когда найдет ее, то берет ее на плечи свои с радостью и объявляет об этом всем своим соседям. Александр Павлович Лопухин пишет, это символ особой заботливости пастуха об овце. Овца устала, и он поэтому несет ее на себе. Так благодать Христова поддерживает обратившегося на путь спасения грешника, у которого не хватает собственных сил для того, чтобы совершить весь этот трудный путь. Следующая притча, рассказанная Господом, о женщине, которая, имея всего десять драхам, то есть десять небольших серебряных монет, потеряла одну из них. И желая поскорее отыскать монету, женщина зажигает свечу, подметает комнату и тщательно ищет потерянную драхму. Найдя же ее, созывает подруг и соседок и говорит, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так и Господь по величию своей любви и милосердия неустанно заботится о спасении погибающих, употребляя все средства, чтобы привести к себе заблудшую душу. Он зажигает светильник, Евангелие, чтобы показать нам путь к себе. Архиепископ Аверки Таушев замечает, «В этих притчах Господь использует естественное свойство сердца человеческого, которое радуется потерянному и вновь найденному предмету больше, чем тому, что не было потеряно, хотя бы это и стоило несравненно дороже». И здесь, дорогие братья и сестры, важно понять, что спасение – это не только бескорыстный дар Бога человеку, но и искреннее стремление самого человека к Богу, принятие его благодатной помощи через покаяние. Ведь покаяние – это путь очищения и освобождения человека от того, что доставляет ему только муки и тяготы, а в сердце чистая нисходит Божия благодать. И лишь эта благодать насыщает душу, наполняя ее неизреченным блаженством. Только та душа, которая сподобилась близости Богу, исполняется неизреченных благ и духовной силы, и потому способна противостоять любым испытаниям, поддерживать и укреплять других. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь, 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 Господ